12.06 в Кирове продолжается программа «Дневной разворот» в студии по-прежнему Анна Лапшина. Добрый день, и Светлана Занько. Здравствуйте, мы переходим к следующей теме нашего разворота. Эту тему мы анонсировали в первом часе, и нам интересно с вами пообщаться, слушатели, на эту тему тоже. 211-101 номер телефона прямого эфира «Основы православной культуры. Кто и как преподает предмет в школе». Здесь у нас в гостях протеерей Евгений Смирнов, руководитель отдела образования и катехизации Вятской епархии. Отец Евгений, добрый день. Добрый день. На сайте Хакирова и в нашей группе ВКонтакте есть опрос. Мы вас, взрослые, спрашиваем, в мировых религиях или хотя бы в одной из них вы разбираетесь или нет. Вот сейчас на сайте Хакирова 55 почти процентов говорят, что нехорошо, неплохо разбираемся. Ну, то есть вроде что-то знаю, но вот как бы что-то же я знаю, но что конкретно непонятно. Хорошо разбирается в этом 36 процентов, и 9 процентов говорят вообще не разбираюсь, вообще не разбираюсь. Так, ну в ВКонтакте ситуация с одной стороны такая же, с другой стороны немножко отличается. Нехорошо, неплохо, 53 почти процента, а дальше два варианта «хорошо и вообще не разбираюсь» набирают 19,5 процентов. И еще 8 с небольшим процентов разбираются плохо. Ну, то есть вот смотри, взрослые люди не представляют себе, да, что, как, где, почему происходит. Я допускаю, что пользователи ВКонтакте, пользователи нашего сайта, наверное, там, ну, не совсем целевая аудитория, условно говоря, да. Вот, но к большому сожалению, к большому сожалению. Я думаю, что как раз они-то целевая аудитория, потому что у нас образованные интеллигентные люди слушают. Может быть, они считают, что им это не нужно. Они честно говорят то, что есть на самом деле, да. Я думаю. Почему мы вот сюда опозвали отца Евгения, почему решили мы об этом поговорить? Ну, во-первых, потому что здесь у нас есть детская программа «Открывашка». Мы отталкиваемся от наших детей. Там как раз дети 10-12-13 лет. Это тот самый возраст детей, которые изучают предметы по курсу, в который входит в том числе основы православной культуры. В частности, моя дочь, Миша Голиков изучает. Ну, все, кто у нас здесь присутствуют, они изучают. От запроса отталкиваемся. Запрос, конечно, есть наш личный. Кроме того, мы обсуждаем эту тему в соцсетях. И вот интересный был пост Дарьи Ткачевой, культуролога, известного деятеля в нашем городе, у которой тоже ребенок этого возраста. Она прям так задала этот вопрос в сети и выложила фотографию тетрадки дочери и спросила у людей, что вы думаете по этому поводу. Стоит ли высказать об Каусту школу свое неудовлетворение качеством оказываемых услуг? Она посчитала, что не совсем корректно дается понятийный материал в этом курсе. Или тихонько объяснить ребенку, что тут не так, или вообще не заморачиваться, ибо ребенок все равно это наверняка вообще мимо ушей пропускает. И что написано в тетради? Культура — это все, что создано природой или человеком. Религия — это связь человека с Богом. Любая культура, любая культура вытекает из религии. Русская культура основана на православном христианстве, на православной вере. И дальше идет обсуждение такое в соцсетях, здесь под этим постом в Фейсбуке. И в основном мнение сходится к тому, что не заморачивайся, ребенок, скорее всего, не услышит. А второе, когда надо будет разъяснить, ты сама все разъяснишь. И у нас возникает резонный вопрос. А зачем тогда курс? Зачем тогда все это? Потому что дети ходят на курс, на это тратится время, на это тратятся ставки, деньги. А дальше роль родителя — это все эти шероховатости либо стереть вообще напрочь вместе со всеми знаниями, которые были заложены. Или заниматься поиском собственных знаний и передачей детям. Тогда зачем вообще весь этот курс? Но это какие-то частные такие истории. Поскольку мы знаем, что вы, отец Евгений, непосредственно участвуете в подготовке учителей, которые преподают этот курс, мы хотели бы вас как раз и спросить и с вами поговорить на тему того, как себя чувствует этот курс в школе. Потому что история уже достаточно долгая, можно сделать выводы, с какого с 2012 года во всей России он преподается, а запускаться начал еще пробно гораздо раньше. Кто эти люди, которые преподают этот курс нашим детям в школе? Что в них вкладывается, удовлетворены ли мы качеством? Да, и как контролируется это качество, это тоже очень важно. Надо сказать, что во вторник ведь был семинар, посвященный, собственно, этой теме. Большой региональный семинар. Вопросов много, постараюсь на все их по порядку ответить. По поводу религиозных ситуаций в нашей стране. Действительно, опросы в соцсетях показывают, что действительно немалая часть жителей нашего города, да, наверное, в общем-то и граждан нашей страны, достаточно сложно разбирается в вопросах религии, либо в них вообще никак не разбираются. То есть вот у нас опросы, он такой показательный. Да, увы и ах, но дела обстоят именно так. И, увы, мы, наверное, еще долго будем пожинать плоды советской безбожной пропаганды, потому что в советское время религии предпочитали либо не говорить вообще, либо говорить в негативных тонах. Ни о каких религиях не говорили. Ни о каких религиях вообще предпочитали либо не говорить вообще, либо говорили строго в негативных тонах. Эта линия проводилась, начиная с детского сада и кончалась университетом, в том числе и педагогическим. В первую очередь. В первую очередь, да, действительно. Поэтому немудрено, что в сфере религиоведения колоссальный пробел знаний в умах большинства наших сограждан. Это и порождает, в общем-то, такие отдельные негативные моменты, связанные с преподаванием курса Арксе, основ религиозной культуры и светской этики, в рамках которого преподается и модуль основы православной культуры. В общем-то, сам курс и нацелен на то, чтобы эту религиозную безграмотность преодолеть. Для того, чтобы действительно не ущемлялись ничьи права, курс делится на шесть модулей, один из которых и выбирают для себя родители. Выбирают родители обучающихся. Должны бы выбирать, иметь возможность выбора. Да, совершенно верно. Такая возможность есть. Конечно, к сожалению, не всегда она реализуется полноценно, так как должна бы реализовываться, потому что иногда у школы возникают свои проблемы и свои интересы. Где-то собрание проводится добросовестно, подобающим образом. Родители знакомят со всеми модулями данного курса, что есть и основу православной культуры, и исламской культуры, и иудейской культуры, буддийской, основу мировых религиозных культур и основу светской этики. Но в нашей школе у вас есть основы православной культуры и основу светской этики, и, может быть, еще мировых религиозных культур. Потому что ни о мусульманском блоке, ни тем более о буддийском или иудейском речи ведь не идет. Правда, Аликс Евгений? Я согласен. Это пример отдельной школы, но там, где возникает запрос родителей, там, конечно, школы нашей Кировской области стремятся данный запрос удовлетворить. Я могу говорить о том, что у нас, пусть в минимальных количествах, но есть и основы и иудейской культуры, и буддийской культуры, данное может предоставить институт развития образования. И на юге Кировской области, там, где компактно проживают люди, исповедующие ислам, действительно, для них такая возможность уже есть. В общем-то, и в городе Кирове, если родители обращаются с просьбой организовать преподавание модуля основ исламской культуры, то это тоже проблем особых не вызывает. Я вот сейчас, чтобы это не было только монологом, да, вставлю свои пять копеек родительские в четвертом классе, когда в нашей параллели три класса нам сказали, что нам предстоит такой выбор, только один человек спросил о том, а вот я бы хотела, может быть, основу мусульманской культуры, чтобы преподавались он один, из 75 человек, до 75 человек. А что сказали этому одному родителю? Ну, это был, слава богу, Николай Голиков. Он сказал, я пошутил, хотел проверить, потому что он же понимает, что ради одного ребенка не организуется этот курс. Хотя изначально вообще, когда курс запускался, говорилось о том, что даже если два человека в школе будут хотеть изучать что-то вот, ну, другое, да, не то, что большинство, постараются организовать для них это. Ну, на практике такие примеры есть. Действительно, когда родители выбирали, там, один или двое родители выбирали основу исламской культуры, в принципе, просто ребенка переводили на индивидуальное обучение по данному модулю. В принципе, формат работы здесь уже апробирован, и такой проблемы не возникает. Я же хотел сказать немножко о другом, конечно, не буду сейчас говорить о всех остальных модулях, потому что это не моя компетенция, а я буду говорить об основах православной культуры. Здесь действительно, вот со стороны Вятской епархии, оказывается всяческая помощь и поддержка педагогам, которые данный курс преподают. Касается, прежде всего, курсовой подготовки учителей. На данный момент, на данный момент, большая часть педагог Кировской области проходит подготовку на двух площадках. Институт развития и образования, Центр повышения квалификации работников образования города Кирова. 72 часа курсовой подготовки, мы считаем, что это недостаточно. Это только вот на этот курс, на этот блок? Нет, на все шесть блоков. Это целиком, полностью на курс Арксе, на все шесть модулей. Представим положение педагога, который прошел такую курсовую подготовку, если ранее никогда он с религиоведением не сталкивался вообще. У него каша в голове вот в этот момент. Вот мы сейчас представим и перервемся на полминуты буквально, чтобы переварить эту информацию. Продолжается программа «Дневной разворот. Основы православной культуры. Кто и как преподает предмет в школе». Протеерей Евгений Смирнов, руководитель отдела образования и катехизации советской епархии, с нами здесь в студии. Мы сконцентрировались именно на этом блоке большого предмета «Основы религиоведения». И как он еще, Арксе звучит, «Основы религиоведения». Основы религиоведения, культуры и светской этики. Тоже, кстати, большие вопросы по светской этике, но отдельно вынесем. Да, и мы как раз перед перерывом сказали, нам сообщил отец Евгений, что 72 часа дается на весь огромный обширный курс, состоящий из шести блоков, включая «Основы православной культуры», для изучения преподавателям, которые берут этот курс. И тут отец Евгений подчеркнул, что русская православная церковь считает, что этого категорически недостаточно. Ну, на самом деле, можно представить положение такого педагога, который пришел в столь недостаточную подготовку. И, конечно, в этом плане мы педагогов не бросаем на произвол судьбы. Во-первых, у нас есть дополнительные курсы по основам православной культуры, но, опять же, они не являются обязательными. Вот педагог, который чувствует, что полученных знаний недостаточно, он может пройти дополнительную подготовку, которая также организована Институтом развития образования. А, там же, на той же площадке. На той же площадке, по запросу, действительно, вот еще отдельно углублено сочинение основного православной культуры. Это сильно наш совместный проект, наш совместный проект. Потому что, действительно, ну, если бы, конечно, с таким проектом, с таким же предложением вышли и представители ислама, там, и буддизма, то, наверное, так же для них тоже нечто подобное было бы организовано. А вот отец Евгений, подождите, вот 72 часа курс. Сколько учителей в год, если вы знаете, проходит такой курс вот на базе Института переподготовки? Ну, данные статистики, наверное, лучше бы озвучил сам институт, но представитель института каждый раз уверяет в том, что все 100% преподающих учителей, так или иначе, прошли курсовую подготовку. Они должны это проходить, и, в принципе, они ее проходят. Вы лично сколько раз в год встречаетесь с учителями на базе Института? Развитие образования? Курсовая подготовка ведется дважды в год, и дважды в год мы там лекции читаем, читая представители Вятской епархии. И получается, что вы еще совместно с институтом дополнительно для учителей, которые заинтересованы, ведь это же, вот вы подчеркнули, что это не то, что там директор приказал. А для тех, кто заинтересован, проводите курсы, да? Кто обращается? Обращаются в основном учителя, те, кто действительно преподают основу православной культуры. Много ли их обращается в год? Ну вот, не первый год мы ведем такую курсовую подготовку, уже более, уже около 150 учили, таким путем мы проучили на дополнительных курсах. Ну и, соответственно, вот этим тоже наше взаимодействие не исчерпывается. Дело в том, что, действительно, мы педагогов еще консультируем, они могут написать в электронной почте все интересующие вопросы в наш отдел образования и категоризации, мы также педагог консультируем. Кроме того, в Центре повышения квалификации работников образования был буквально полностью разобран учебник отца Андрея Кураева по основным образцам культуры. Педагогам объяснялись все непонятные для них понятия, связанные с православной культурой. Также были представлены, были проведены мастер-классы по проведению уроков. Но все зависит лишь от того, насколько педагог сам действительно отнесся серьезно к той подготовке, которую проходил. Поскольку он заинтересован вообще. Есть ли вопросы какие-то, которые они задают и которые требуют коррекции все-таки? В чем непонимание основной состоит? Кто эти люди? Это учителя. Это учителя, в основном, это учителя начальных классов. Кроме того, среди них есть учителя истории, учителя литературы, также преподаватели других предметов. Но так или иначе, все их объединяют в том, что они преподают модуль основы православной культуры. Ну и какие вопросы чаще всего возникают? В основном, это вопросы, связанные с православным вероучением, с православным богослужением. Эти темы достаточно широко представлены в курсе ARCSE в модуле основы православной культуры. И вот ключевые важные понятия, которые вызывают затруднения у педагогов, мы как раз и пытаемся разбирать. Даем им огромное количество вспомогательной дополнительной литературы, ну и постоянно консультируем. То есть вот такой формат работы у нас есть. А что вы главное говорите учителям, которые ведут этот блок? Вот важно, что вложить в голову ребенка и, может быть, какую границу нельзя пересекать? Ну, в общем-то, есть метрические рекомендации к ведению данного курса, где прямо сказано о том, что курс носит культурологический характер. Это отнюдь не вероучительный предмет, и тем более там не подразумевается какой-либо религиозной практики. Мы об этом педагогов заранее предупреждаем, что действительно это не урок закона Божия в его дореволюционном варианте. Это культурологический предмет. Это некая экскурсия в мир православия. Далее педагогов мы вызываем к ответственности за свои слова. И просим о том, чтобы они действительно адекватно и полноценно доводили вопросы, связанные с православным вероучением и с православным богослужением и с церковной историей. Но для того, чтобы действительно все эти вопросы адекватно раскрывались, необходимо, чтобы сам педагог в этих вещах разбирался. Поэтому вновь и вновь просим их консультироваться, даем ссылки на полезную литературу. Ну и кроме того, действительно, есть уже готовый метод разработки, который в принципе для любого педагога будет большим серьезным подспорьем. Должен ли педагог быть верующим человеком, православным христианином, чтобы преподавать этот предмет? В нашем понимании это идеальный вариант, когда действительно педагог является носителем той культуры, которую преподает. И вот как в принципе, наверное, идеальный вариант было бы то, что иностранный язык преподает педагог, который является носителем этого языка. То же самое касается и преподавателя основ православной культуры. Хотя здесь, хотя здесь не каждый православный человек действительно может данный предмет преподавать, потому что человек может быть действительно глубоко верующим, православным, регулярно храм посещать, но не иметь педагогического образования, не учитывать возрастной психологии, психологические особенности детей того или иного возраста, и тогда у него действительно будут возникать проблемы. Идеальный вариант сочетания этих двух качеств – педагогического профессионализма и, наверное, глубокой веры. Ну и, конечно же, профессионально серьезной подготовки. Нет ли здесь опасности, что человек, который является глубоко верующим и собьется, что называется на светском языке, в пропаганду, будет насаживать, так сказать, постулаты веры и склоняясь? Подожди, законом запрещено это делать в школе? Законом-то да. Нам сказал уже отец Евгений, что это все-таки культурологический курс. И мы педагогам вновь и вновь об этом напоминаем. Но то, что может сорваться любой человек и любой педагог, увы, этот... Увлечься, давайте так, не сорваться, а увлечься. Увлечься, да, действительно. Такая опасность есть, наверное, со стороны любого человека. И, конечно же, мы такие вещи не приветствуем. Почему? Потому что нужно прекрасно понимать, что одно дело – это разговор о Боге и о вере в храме, на площадке воскресной школы, с родителями в семье, во время исповеди, когда ребенок стоит на исповеди перед священником, и совершенно иное дело, когда мы об этих же вопросах вероучения и истории церкви говорим светской аудитории, перед ребятами, которые учатся в обычной общеобразовательной школе. Аудиторию нужно чувствовать, аудиторию нужно понимать. И, увы, такая опасность есть. Конечно, педагогов мы об этом предупреждаем. Как бы ни были близки основы православной культуры для человека верующего, действительно нужно учитывать, в какой аудитории он о них говорит. Ну и вы говорите, что вы постоянно находитесь, что называется, онлайн с педагогами, всегда открыты, и очень много дополнительных консультаций, переписок, и литературы, которые вы предоставляете. А если у родителей возникает вопрос? Вот родитель решил углубиться в этот предмет. Он смотрит, как он преподается. Он ознакомился, может быть, с учебником. Учебники не выдают на руки, кстати говоря. Не выдают? Нет. Я думаю, что их просто может быть недостаточно. По поводу учебников, конечно, это ненормальный вариант, когда учебников не выдают. Это связано, скорее всего, с тем, что учебников просто в школах не хватает. Это, видимо, общая проблема. Вы знаете о ней, что она есть. Да, такая проблема есть. И действительно, порой, помогая решить эту проблему, у нас священнослужители помогают школам решать данную проблему, выдают учебники из приходских библиотек. Ну, конечно, идеальный вариант, когда действительно ребенок домой приносит учебник, они с родителями вместе прочитают. Какие-то вопросы, может быть, совместно будут обсуждать. Это нормальное взаимодействие школы, родителей, ребенка. Да, тем более мы вспомним, что нас-то не учили этому в школе. Конечно, конечно. В общем-то, на такой живой диалог и рассчитан данный курс. Идеально, когда, допустим, пройденные темы, отдельные материалы, там очень много таких тем, направленных на духовно-настальное воспитание ребенка, разбирается проблемная ситуация, как тот или иной поступок был бы оценен в рамках православной культуры. Вот идеально, если такой диалог возникает. Вопрос в том, что лишь в другом. Насколько сами родители готовы к такому диалогу по таким проблемным вопросам? Например, жертвенная любовь, взаимопонимание, ключевые принципы семьи. А не обращаются к вам родители таких детей, у которых есть такой курс? Или не было таких прецедентов? Такие прецеденты были. Такие прецеденты были, родители обращались, но чаще всего говорили больше именно о своей проблемной семейной ситуации. Как раз, наверное, чаще всего жаловались на то, что не могут найти общего языка с ребенком, ребенок отбился от рук. Пусть он изучает основу православной культуры, может быть, тогда действительно как-то его кто-то наставит на истинный путь. Рассматривают это как инструмент воспитания. Как некий инструмент воспитания, действительно. Но тоже в какой-то степени ложный подход, когда родители пытаются переложить ответственность себя на кого-то, на учителя, на священника, а сами остаться в стороне. Мы противники такого подхода, хотя, конечно, ребенка не бросаем, за него переживаем, родители тоже по сильной помощи стремимся оказать, но выступаем за то, чтобы действительно мы были сотрудниками в деле воспитания детей. У меня еще один вопрос. Я так понимаю, что в рамках курса не включены какие-то, я не знаю, мне сложно назвать это словом экскурсия, но, тем не менее, какие-то возможные факультативные куда-то выходы в храм. То есть это только в классе происходит? Это происходит исключительно на территории школы, да? Формат работы выбирает педагог. Там действительно предусмотрены обычные классные занятия с использованием современной технологии, там действительно и презентации, и видеосюжеты, все это присутствует. Но есть такая форма проведения урока, как урок экскурсии. И, конечно же, в этом отношении тоже мы помогаем нашим педагогам. Мы приглашаем в православный храм, чтобы педагог и дети могли увидеть православный храм не на картинке, а внутри действительно посмотреть, ознакомиться. Это во время службы происходит, отец Евгений, или нет? Нет, разумеется, это не во время богослужения, это экскурсия. Ну, недаром говорить пословице, делу время, потихий час. Всему свое время. И мы согласуем время проведения данных экскурсий. В любом храме, я так понимаю. Нет, 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 не в любом, в зависимости от того, готов ли храм принять детей. Потому что действительно храм может ремонтироваться, храм может служить еще не в полном режиме. Вот такие проблемы тоже могут возникать. Поэтому, соответственно, мы ориентируем на тот или иной храм. Ну, а также, соответственно, с нашей стороны, с нашей стороны тоже далеко не каждому священнослужителю, и далеко не каждому преподавателю искусственной школы мы поручаем проведение экскурсий для детей. Ребята могут задавать совершенно разные вопросы, кроме того, чтобы действительно педагог, либо священник чувствовал ту группу, с которой ему предстоит пообщаться. Вот такое содействие мы, конечно же, оказываем. То есть ребята могут познакомиться с миром православной культуры, мягко говоря, воочию, но при этом никто не навязывает им православное вероучение, и никто не призывает их к религиозной практике. Хотя приходится видеть, иногда, когда православные дети заходят в храм, дети из православной семьи крестятся при входе в храм, прикладываются к иконам. Я думаю, что неправимым им этого и запрещать, потому что если в этот храм приходят вместе с родителями воскресный день, они это делают, мне говоря, по привычке. Но это не повод для того, чтобы заставлять, чтобы весь класс дружно перекрестился, либо приложился к той или иной иконе. Хотя показать икону, кто на ней изображен, рассказать о жизни этого святого, рассказать об устройстве храма прямо внутри самого храма, это, в общем-то, вот такой нормальный, хороший формат взаимодействия. Насколько часто это происходит? Происходит это согласно учебному плану. То есть это обязательно в каждом курсе заложено? В курсе основы православной культуры обязательно? В общем-то, есть программа данного курса, и там предусмотрено знакомство не только с православным вероучением, там есть такие темы, кто такой Бог, кто такой Иисус Христос, что такое крест, почему он символ христианства, почему Пасха главный праздник, а также одна из тем это устройство православного храма. И вот тут экскурсия. Сейчас мы прервемся буквально на две минуты и продолжим обсуждение тонкости преподавания основ православной культуры вот этого курса в нашей школе с отцом Евгением. Продолжается дневной разворот. В студии работает Анна Лапшина и Светлана Занько. Основы православной культуры. Кто и как преподает предмет в школе. Обсуждаем мы эту тему сегодня с протеереем Евгением Смирновым, руководителем отдела образования и катехизации Вятской епархии. 211-101 номер телефона прямого эфира. Ждем вонки от родителей. Да, вы нашему гостю можете тоже задавать вопросы и высказываться по этому поводу. Ну вот мы про учителей поговорили, про то, как взаимодействуют специалисты Русской православной церкви в этой области. С учителями мы тоже поняли. А хотелось бы поговорить еще про детей. Ну, про родителей тоже поговорили. Про детей хочется поговорить. Вот, Аня, у тебя был вопрос. Да, у меня был вопрос. Он у меня возник с самого начала, вот еще в 9-10 году, когда вводился курс на такой, ну, не знаю, пилотной что ли основе. Да, мне было не очень понятно, почему он вводится именно вот в такое время, в 4-м, в 5-м классе. Мне все-таки казалось, что какие-то вещи, наверное, ребенок начинает понимать уже в более взрослом возрасте. Потом пошли разговоры о том, что, возможно, этот курс продлят на все время обучения, на весь период обучения. Видимо, какие-то более простые вещи будут даваться ребенку в 10 лет, в 9, в 10 лет. Более сложные уже там, ну, вот с моментом взросления. Ну, нет, он длится вот 4-й, 5-й класс. 4-й, 5-й класс. 4-й. 4-й даже. То есть это детки, которым 10 лет. Я тоже отвечу на ваш вопрос. Изначально Русская Прославная Церковь, в общем-то, и другие конфессии в этом поддерживали, озвучила лишь только одну позицию. Позиция-то неизменно, то, что данный курс должен преподаваться по всем годам обучения, с 1-го по 11-й класс. Почему так? Потому что действительно мир православной культуры, в частности, это очень богатый мир. Это очень богатый мир, и чтобы действительно с ним полноценно познакомиться, требуется серьезное, глубокое изучение. Ведь, допустим, русскую литературу мы изучаем, по сути дела, с 1-го по 11-й класс. Можно было тоже самое сказать, а давайте мы будем, по извинению русских классиков, изучать вот лишь только в 10-м, в 11-м классе. А все остальные годы мы не будем с литературой соприкасаться вообще никак. Я думаю, что такой подход был бы абсолютно ненормальным. Действительно, если мы хотим серьезно познакомиться с миром православной культуры, оно должно преподаваться полноценно с 1-го по 11-й класс. На данный момент курс преподается только в 4-м классе, но в связи с введением нового федерального государственного образования стандартов введена новая предметная область ОДНКНР – основу духовно-оростной культуры народов России с 5-го по 9-й класс. И что этот курс из себя представляет? Пока это не курс. Значит, эта предметная область может реализовываться через отдельный предмет. Там могут быть и основы православной культуры, либо основы исландской культуры, либо это будет некий универсальный курс религиоведения, либо это интегрированные курсы в курсе истории, так или иначе, или в курсе литературы данной темы будут раскрываться, либо это программа внеурочной деятельности. Вот пока данная область только еще разрабатывается, и есть масса авторских курсов разработок наших педагогов, притом таких достаточно интересных и замечательных, хотя тоже порой она вызывает определенные проблемы, и мы всегда стремимся наших педагогов где-то подкорректировать, подсказать, что и как можно раскрыть темы, связанные именно с православной культурой, как можно здесь построить воспитательную работу на этом материале. Но вот мы в начале такого долгого серьезного взаимодействия. Что еще можно сказать? Курс Арксе, это по сути дела новый курс, хотя преподается он с 2012 года. Но вот до этой даты в целом ряде регионов основы прославной культуры преподавались как региональный компонент. Таких регионов у нас достаточно много. Когда основы прославной культуры охватывали целую область, и в общем-то были написаны учебники, и педагоги проходили подготовку, и соответственно также священнослужители консультировали данных педагогов. Надо сказать, что качество преподавания в таковых регионах гораздо выше, чем, например... Сейчас у нас. Да, да, да. Вступивших только в 2012 году. Потому что действительно этот путь подготовки уже прошли. А что касается представителей других конфессий, в виде как активно русская православная церковь взаимодействует с государством и с образовательными структурами в этой части. Вот вы говорите, что православную веру, культуру нужно изучать на протяжении всей школы, например, с 4 по 11 класс. А остальные блоки, которые входят... Очень много здесь зависит именно от выбора родителей. Вот курс Арксек раз такой выбор и подразумевает. Я считаю, что... А продление его тоже всех должно касаться или нет? Там же народов России было, да, в названии, насколько я помню? Да, да, да. Это другая немножко история. Это целая предметная область по ДНКНР, основу духовной культуры народов России. Я считаю, что действительно, если действительно родители выбирают изучение, допустим, основы исламской культуры, то такой выбор можно только уважать. То есть вы считаете, что по всем блокам должен курс быть продлен или только по православной культуре? Я считаю, что по выбору родителям он должен быть продлен. Да, да, да. По всем блокам. Хотя, допустим, если мы говорим о серьезном изучении русской истории и русской литературы, то, наверное, православие должно уделяться более глубокое внимание, потому что невозможно поднять, допустим, полотна русских художников, представленных в Третьяковской галерее, либо в Эрмитаже, произведение русских писателей, классиков, также произведение русских философов без серьезного изучения православной культуры, потому что они были носителями этой культуры, и это нашло отражение в их произведениях. Позицию, которую вы сейчас озвучиваете, это официальная позиция РПЦ, правильно я понимаю? Ну, это и моя личная позиция. И ваша личная позиция. Я тут спорить не буду, хотя поспорила бы как родитель с родителем по этому поводу, потому что меня пока что, лично меня пока что такая идея не вдохновляет. А меня вдохновляет? Вот, Аню вдохновляет. Меня вдохновляет. Я считаю, что совершенно, может быть, не обязательно насаждать, как ты сказал. А это насаждение, Аня, с моей точки зрения. Я считаю, что нет. Знаете, я с вами не соглашусь, потому что здесь речь не идет о каком-то насаждении. Если вспомнить начало нашего разговора, мы с вами говорили о религинической безграмотности. Вот именно таким путем мы сможем данную безграмотность преодолеть. Только если это будет в моем понимании, вот мой выбор, только если это будет касаться максимального количества ведущих мировых религий. Если во всех школах Российской Федерации будет продлен курс с 4 по 11 класс только по православию, я буду против. Лично я буду против. Так, по-моему, об этом речь в виде не идет. Скажу честно, я бы и сам был против вот такого навязывания православной культуры, потому что есть хорошее русское пословие на счет «не вольник, не богомольник». Выбор все-таки должен быть за родителями. Но странно было бы, живя в России, которая имеет вот такие глубокие православные корни, не знать корней. Согласна совершенно. Поэтому вот мы хотим сейчас, может быть, этой программой. И хорошо, что у нас... На самом деле, эту историю открыла для нас программа «Союз нерушимый», куда очень часто приходят представители нашей епархии. И мы поняли, что надо шире брать темы, в том числе, касающиеся и семейной жизни, и воспитания детей в разных форматах. Поэтому мы сейчас об этом говорим. И, наверное, это правильно, что мы об этом говорим, чтобы не возникали вопросы и какие-то там столкновения. А можно вот я маленькую такую ремарочку вставлю? Мне кажется, все-таки обоснованность этого курса как раз, если это он будет с 4 по 11 класс, наверное, уже тогда можно каким-то образом объединить это все. То есть преподавать, объединить все шесть блоков. Я так понимаю, ведь разделены были они на блоки прежде всего потому, что очень короткий курс по времени, и невозможно в рамках этого короткого курса за 4 класс уместить все. А в рамках курса, который будет длиться несколько лет, можно преподавать любое. Есть еще один очень важный момент. Данный курс носит именно воспитательный характер. Но если действительно семья исповедует православие, либо, допустим, так или иначе себя ассоциирует с православием, хотя бы на уровне того, что ребенка все-таки крестили, все-таки вот их выбор более углублен на изучение основ православной культуры. Я считаю, что здесь прежде всего должно учитываться мнение родителей. Возможно. Но в таком случае это все-таки история про факультативность, а не про обязательность программы. Но при этом мне кажется, что любой человек, особенно верующий человек, но это мое мнение, да, он обязан просто быть знаком с основами и других конфессий. Согласитесь, да? Ну, да. Да, так на самом деле. Но я думаю, что так же все граждане России, вот те, кто живут на территории Российской Федерации, должны понимать, ну, должны, так или иначе, быть знакомы, и, допустим, с храмами Московского Кремля, с шедеврами Третьяковской картинной галереи, с произведениями русских писателей, где, так или иначе, нашли свое отражение основы православной культуры. Еще бы билет до Москвы стоил дешевле. В общем, я думаю, что дискуссия на эту тему все равно будет продолжаться. Вот у нас остается буквально три минуты, и я просто очень благодарна отцу Евгению, отец Евгений, что вы пришли сегодня к нам. Мы продолжим эти разговоры. Я надеюсь, вы тоже в них будете участвовать. Да, с радостью. А вот последняя история, которую хотелось бы, чтобы вы прокомментировали. Это предложение ввести нравственные основы семейной жизни в старших классах нашей школы. Мы знаем, что русская православная церковь, вот как сообщает нам СМИ, тоже участвовала в разработке этого курса и активно принимает участие в продвижении введения нравственных основ семейной жизни как системы базовых ценностей семейных, свойственных отечественной культуры. Что вы об этом знаете? Это вот совершенно свежие, новые, и опять начинается волна обсуждения. Данный курс можно только приветствовать, потому что современные семьи переживают глубокий кризис. Статистика здесь не может не ужасать, когда у нас действительно на 100 браков приходится от 50 до 80, а то и 90 разводов. Конечно, в каждой местности это бывает по-разному. Но сама по себе статистика ужасная говорит о том, что просто семья испытывает серьезный глубокий духовный кризис. Но школа, наверное, все-таки должна давать здравое, нормальное представление о семье. Поэтому если мы говорим о нравственной основе семейной жизни как о неком новом курсе в школе, такой курс можно только приветствовать. Действительно, здесь церковь тоже принимала определенное участие в разработке данного... Да не прямое. Монахиня Нина написала. Ну, надо сказать, что там коллектив авторов, а Монахиня Нина это один из авторов. Кроме этого, данный курс апробирован как некий региональный компонент Свердловской области в отдельных школах. Надо сказать, что он получил хорошую положительную оценку. А вот интересно, дети как реагируют? Вот по моим ощущениям, дети 10-11 класс, вот все-таки они, мне кажется, на такие темы очень... Ну, не то чтобы негативно смотрят, немножко там, ну, с усмешкой, что ли. Понимаете, дело в чем? Я считаю, что на такие темы с детьми надо говорить обязательно. Потому что если мы, как взрослые люди, имеющие опыт семейной жизни, на такие темы говорить не будем, за нас скажут социальные сети, за нас скажут интернет, за нас скажут средства массовой информации. Не скажут в любом случае, есть курсы или нет. И информация будет не всегда положительной. Не секрет, что, допустим, у нас есть целая группа ВКонтакте, которая последовала нацеленность на разрушение семьи. И пропагандируют ценности далекие от семейных. Надо говорить о том, что вот если ребенок, раз, надеюсь, ориентирован, если он действительно не имеет такого положительного опыта перед глазами нормальной семьи, полноценной семьи, может быть, даже многодетной семьи, то действительно сбить его с толку большого труда не составит. И потом данный курс может быть серьезным подспорьем и для нашего государства в том числе. Ведь мы же заинтересованы в крепкой семье. Все заинтересованы, я тоже заинтересована. Меня только волнует, что как раз та идея, что при наличии такого количества разводов вообще зачем замуж выходить. Иногда кажется так. Но я согласна, что об этом, конечно, нужно говорить. Меня только в очередной раз здесь настораживает, опять же, участие только одной стороны. Именно русской православной церкви, если мы будем говорить о различных религиях, о представлении разных религий, в разработке этого курса. Потому что, как ни крути, огромное количество людей у нас являются агностиками, большое количество атеистов, большое количество мусульман, кое-где прокидываются буддисты, извините, по этой, по матушке России. И вот здесь тоже много вопросов. — Ну, никто же не запрещает им принимать участие в обсуждении данной темы. Никто не говорит о том, что буддистов мы сюда не пустим. — Но я не слышала, что привлекают. Я не слышала, что привлекают. И здесь у меня тоже вот свет присутствует. — Свет, я, честно говоря, не очень глубоко пока погрузилась конкретно в эту тему. — А только началось обсуждение. — Да, только началось еще обсуждение. Но я должна сказать, что, на мой взгляд, представители, наверное, любой конфессии могут сказать, что они двумя руками за крепкую семью. — Просто русская православная церковь в этом отношении готова к сотрудничеству. И вот эту готовность подтверждать конкретными делами. — Так, это вот нам предстоит. Может быть, как раз в то время, когда Софья у меня растет до 10-11 класса, этот курс уже будет. Так что я буду активно участвовать в обсуждении этого курса на самом деле. — Это замечательно. — Да, и мы это будем делать и здесь, в этой студии. Я думаю, что, может быть, будут открытые площадки. Кстати, хорошая бы идея обсуждать это на открытых площадках, неофициальных каких-то, и с учителями, и с культурологами, и с психологами. Для того, чтобы просто нас к этому познакомить. Потому что меня, как родители, конечно, очень волнует, что сама я не готова, например, к этим темам. Меня практически ставят перед фактом. И это плохо. Ребенок приходит из школы с теми идеями, которые там закладываются, с теми вопросами, которые там есть. И хотелось бы, вот лично мне, хотелось бы и знать, и понимать больше. Ну, у нас такая ситуация, что мы теперь, получается, друг друга обучаем. — А я тебе должна сказать, что, на мой взгляд, конечно, если этот предмет будет введён, всё-таки ввести его, этот предмет, должен человек, который авторитетом пользуется у подростков каким-то. — Нравственная основа семейной жизни. — Да-да-да, чтобы они ему доверяли. Иначе, вот на мой взгляд, конечно, это будет... — Не сухая училка, синий чулок. — Это будет скорее в минус, чем в плюс, потому что человек, которому дети не верят, они его слушать не будут, и прислушиваться к нему, к сожалению, тоже не будут. — Но мы вертаемся к тому же, с чего, в общем-то, и начали. От качества преподавания очень много зависит. И многое очень будет зависеть от того, кто именно преподает. — Личность учителя. — Да-да, личность учителя. Наверное, сложно говорить, допустим, о семейной жизни педагогу, у которого в семейной жизни проблемы возникли. Хотя понятно, что отрицательный опыт, наверное, тоже опыт, и о нем можно с горечью тоже говорить, и говорить о том, что дети больше так не повторяют моих ошибок. Понятно, что очень серьезная задача стоит сейчас перед нашим обществом, перед школой в том числе, но эту задачу надо решать. Не отодвигать ее на второй план, не говорить о том, что данной проблемы нет. Проблема есть, и стоит она очень остро. — Ну, все, мы уже заканчиваем наш эфир. Последний вопрос, который касается вот этого нового курса «Нравственная основа семейной жизни», пока еще только в пилотных проектах вот Свердловской области существующих. А у нашей епархии есть такая идея? Вы ведете переговоры с нашим Министерством образования о внедрении такого курса? Или пока еще нет? — Ну, у нас пока все ограничивается разумом. Приглашение священнослужителей на классные часы, на открытые беседы с нашими учащимися. Иногда приобретая форму дискуссии, я считаю, что такой формат вполне приемлем для обсуждения данной темы на начальной стадии. — Спасибо, протеерей Евгений Смирнов, руководитель отдела образования и катехизации в Советской епархии, был у нас в гостях. Дневной разворот завершен. — До свидания. — Светлана Занькова. — До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова